Жители дома 38, корпус 3 по улице Черновицкой такого не припомнят. Тонкие струйки с крыши стекают с этажа на этаж прямо к электрощитку. Тазы в подъезде и квартирах стали главными атрибутами, а у Елены Белкиной, которая живет на пятом этаже, вся кухня заставлена детскими ваннами. Но и они не спасают от потопа. 40 минут наполняется ванной, я не успеваю вытаскивать. А ночью не сплю, вытаскиваю ванны, выгребаю, чтобы не залить соседей. Старания Елены помогают, но не сильно. Дом залило до первого этажа. Нина Кузькина живет на втором уже 40 лет и признается, такое у них впервые. Все началось еще до Нового года. Тогда первая оттепель стала настоящей бедой. Уже тогда стало понятно, весной будут большие проблемы. Но погода внесла свои коррективы и теперь в доме, в буквальном смысле, льет как из ведра. На кухне весь палац мокрый, чашки все подставила, и стены все мокрые, все шторки, все течет. И сказали до июня. Будем латать и до июня. Обращались в ЖКХ, в ЖКХ обращались. И обращались в префектуру мы обращались. Чем выше, тем страшнее картина. У Валентины Варламовой вода не только на кухне. И у меня на другой стороне уже залито в зале весь угол. Пройдите, пожалуйста, и посмотрите. И, пожалуйста, я вам покажу. Вы видите, что? И прямо около розетки. И около розетки. У Марии Волковой картина омтажа. Намокли стены, потолок, ковер хоть выжимаем. Пенсионерка признается, она боится самого страшного. Обращение жителей в управляющую компанию «Премьер комфорт плюс» и префектуру результатов не дали. Мы решили связаться с главным инженером управляющей компании и узнать, почему их служба бездействует. К нам люди обратились с улицы Черновицкой, дом 38, корпус 3. У них с пятого по первый этаж течет крыша. Причем течет так, что там проводка практически вся залита. Почему никаких действий вы не предпринимаете? Там мягкая рулонная кровля в данном доме. Что это значит? Может быть, снег можно как-то скинуть? Нельзя. Почему? Мы повредим всю кровлю полностью, будет еще хуже. Ну а что людям делать? В настоящее время ничего. Весной только снег сойдет, будем проводить ремонтные планы работы. Можно назвать разные причины. Некоторые из них будут даже логичными и правильными. Но вот что делать людям? Главным занятием которых стала смена тазов и просмотр щитка и проводки. Что бы ни коротнуло. Возможно, городские власти все же обратят внимание на данную проблему. Ведь дом на улице Черновицкой далеко не единственный в городе, где повышение температуры становится причиной такого бедствия. Мария Рудай, Сергей Данилин, телекомпания «Город».